Если работать с монтажером-фрилансером и отдать на монтаж медиа-упаковку, то возможно ли такая ситуация, что он может эту, использовать мою медиа-упаковку для других каналов? Возможно, но зачем? Почему? Вы немножко путаете. Медиа-упаковка это то, это оформление вашего канала с вашими логотипами. Он в принципе может сделать, но тут же вам ютуб сейчас покажет то, что ваш контент, ну или часть вашего контента используется на другом канале. И так как вы ее купили у нас, эту упаковку, медиа-упаковку соответственно, в этой медиа-упаковке также используются предметы авторского права. Это звуки, это видео там, это там футажи какие-то там, да. И на это все у нас есть соответственно разрешение это использовать. Но у нас нет разрешения это передавать либо перепродавать. Соответственно, этот человек, который это берет, в принципе, нарушает наши авторские права. Но если вы находите у кого-то эту медиа-упаковку, можете сообщить нам, и мы сразу же делаем ему а-та-та. Быстро, жестко и четко. Момент другого плана. Многие начинают путать, да. Смотрите, мы используем в видеороликах видео-вставки, медиа-вставки там, да, ну какие-то перебивки. Так вот, коллеги, очень важный момент. Если вы считаете, что это есть в медиа-отеке, и вы это взяли, то я вас спешу разочаровать. Вы на момент создания ролика должны обладать правом и подпиской. И должны будете, в случае претензий, доказать то, что, допустим, ну, условно, да, у меня есть подписка на сервис, где мы берем видеоролики. И я видеоролик, допустим, использую, там, двадцать пятого августа. Двадцать пятого августа, две тысячи девятнадцатого года. Буду делать ролик. А подписка у меня кончится двадцать четвертого, сегодня там, да, двадцать четвертого августа. И уже в этом случае, если я даже скачал ее сегодня, пока у меня есть подписка, а завтра буду ее использовать, я уже нарушаю авторские права. Более того, если я куплю подписку двадцать шестого, то все ролики, которые я сделал в промежутке двадцать пятого августа, будут считаться с нарушением авторских прав. Поэтому, если вы приобрели что-то легально, то не стоит бояться того, что у вас кто-то будет это использовать на монтажеры. Почему? Потому что, сколько я работаю с монтажерами, это уже более, наверное, плотно, более трех лет. Я ни разу не видел, чтобы они заинтересовались тем, что это можно куда-то впихнуть. Это несколько другого плана люди, они больше творцы и они больше созидатели, они не коммерсанты, им нужны такие, как я, чтобы могли продавать их услуги. Это больше, наверное, продюсер канала может, но опять же, это бьет по репутации. Поэтому, я думаю, что, по большому счету, вся эта история с тем, что кто-то может взять, это больше высосанные из пальца фрилансерами, которые, там, типа, ой, зачем вам такие дорогие упаковки, потом все равно потырят. Вот идите к таким вот, там, делайте по пятьсот рублей и у вас будет все здорово, все вкусно. Субтитры создавал DimaTorzok